Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о Поклонской. Это интересная тема, а перед этим я хочу поблагодарить каждого из вас. Вы знаете, я вот в предыдущем видео рассказал о нашей системе Patreon и о том, как каждый из вас может присоединиться и стать патроном Гончаренко-центров на Донбассе. Их уже три. Константинов, Калиман, Краматорск. Всего по Украине 21. В понедельник, кстати, анонсирую, будем открывать 22-й в Дергачах под Харьковом. И очень важны наши центры на Донбассе, потому что там мало Украины. И вот мы несем туда Украину, там бесплатно для взрослых и детей. Еще раз повторюсь, бесплатно и без единой бюджетной копейки. Английский, украинский. Сейчас мы хотим запустить курсы украинского искусства. И сделать это мы можем, друзья, только вместе с вами и при вашей поддержке. Я только огласил, у нас уже есть 17 патронов. Уже 240 долларов поступило, а значит мы расширяем активность нашего центра в Краматорске. Друзья, присоединяйтесь еще, и мы сможем еще больше расширяться и усиливать нашу работу в этих трех городах. А может замахнуться и открывать еще и следующий Гончаренко-центр на Донбассе. Поэтому это очень важно. Спасибо вам огромное за вашу поддержку. Вы не представляете себе, насколько она важна. И как я благодарен каждому из вас, кто писал, кто в комментариях оставлял, кто просто перепостил. Сам помочь не может, но кинул тем, кто может. Это тоже очень важно. Друзья, ну и к нашей главной теме. Поклонская. Вы знаете про эту предательницу. Крым наш, наш мяш и так далее. Прокурор Крыма, которая потом была депутатом Госдумы. Сейчас из Госдумы вылетела, потому что там, в общем, царю немножко, у нее какая-то украинская вольница в голове чуть-чуть, видимо, осталась. Не проголосовала за повышение пенсионного возраста. В общем, выкинули ее оттуда. Но теперь отправляют ее послом в Кабо-Верде, острова Зеленого мыса. Ну, наверное, там сложно найти место более удаленное от берегов, континентов. И вообще удаленное место. Наверняка прекрасная страна. Никак не обижаю, но точно очень удаленное. В общем, вот туда отправили Поклонскую. Но, как выяснилось, Поклонская, знаете, дура-дура, я свою десятку в день не имею. То есть, она тихонечко приватизировала квартиру, которая пользовалась, когда была депутатом Госдумы в Москве. И так она приватизировала квартиру. А еще недавно рассказывала, лила крокодиль ей слезы. Боже, как она бедная и несчастная дожила до юбилея, ни квартир, ни домов нет. В общем, посмотрите видео. У меня, представляете, стыдно сказать. Вот юбилей скоро, а из квартиры и домов ноль. Ничего нет. Ну, ведомственные только, да? Только ведомственные. Одна квартира служебная в Симферополе прокурорская, которую и не отдают, и не забирают. Я прошу, слушайте, ну дайте мне разрешение приватизировать. Я 10 лет проработала в органах прокуратуры. А они мне говорят, так ты же проработала в органах прокуратуры Украины, а не России. В общем, вот такая бедная и несчастная Поклонская. Когда, кстати, она стала прокурором Крыма, когда Россия захватывала Крым, там водили журналистов, показывали, как она бедная и скромно живет. И вот у нее нет квартиры в Симферополе даже. Кстати, почему нет квартиры в Симферополе? Ей прокуратура России отказалась давать служебное жилье в Симферополе. Потому что сказали, что ты работала на украинскую прокуратуру, пусть она и дает. В общем, предательницы показали ее место. Даже там предатели есть предатели. И нигде их не любят. Поэтому она жаловалась, что у нее в Симферополе ничего нет. Но ничего, за это время она уже себе выстроила дом в Крыму. А теперь и приватизировала квартиру 119 метров в Москве. Ну, зная цены на недвижимость в Москве, да, очень даже неплохо. В общем, такая она бедная. Работала, кстати, в антикоррупционном комитете. Ну, присмотрела там пока квартирку. Очень показательно, где эта квартира в комплексе дача Сталина. Ну, я отдельно молчу, что вот этому людоеда, его именем называют вообще комплексы в Москве, в России. Ну, там просто больные люди. Я ничего даже продолжать не буду. Но очень показательно, что поклонская квартира в комплексе дача Сталина. Это ей очень подходит. В общем, знаете, в итоге за свое предательство она таки получила. И дом в Крыму, теперь квартира в Москве. Ну, а сама на Каба-Верде рассказывает, что все друзья там к ней собираются ехать в гости. К тебе приедут гости обязательно, Наташа, из Украины. Упакуют тебя и отправят подальше от твоей квартирки от дома в Лукьяновское СИЗО. Где тебе и место. Ну, вот, собственно говоря, такие новости о предателях. И как они тихонечко там еще расхищают имущество. Ну, как все там. Вся эта путинская банда грабит российский народ с утра до ночи. Ну, и она как бы свою там крошку со стола барского успела отхватить. Вот такая вот Наташа наш мяш. Друзья, держим строй. Еще раз спасибо всем за поддержку. И присоединяйтесь к системе Патреон. Становитесь патронами Гончаренко-центри на Донбассе. Друзья, это круто. Требай мастри.